Выпуск издания приурочили к 80-летию бывшего прокурора региона. Эту должность Анатолий Шкребец занимал 12 лет. На презентацию книги пришли губернатор Вениамин Кондратьев, председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко и все, кто работал с Анатолием Никитичем. Когда он пришел к прокурорам края, страну лихорадило. Просто лихорадило. Правового поля вообще никакого не было. Менялись эпохи. Менялся строй. Менялась страна. 90-е годы. Те самые 90-е годы. И здесь только личность выходит на первый план. Друзья, я вам хочу сказать огромное спасибо. Вот за тот крест, который вы вынесли на своих плечах. Вынесли, воспитали огромную плеяду тех, кто сегодня тоже ощущает эту внутреннюю ответственность. Какой будет край, какая будет страна. Это ту самую стабильность и социальную, экономическую и политическую. И теперь уже ваши ученики несут эту ответственность на своих плечах. Те традиции, устои, которые есть в деятельности прокуроруры Краснодарского края сегодняшней, я глубоко убежден, были заложены Анатолием Никитовичем. Одна из них, я знаю Анатолий Никитович, и его команда уделяли особое внимание взаимодействию с Законодательным собранием Краснодарского края. И это дало возможность тогда и дает возможность сегодня нам быть гарантированы в том, что совместными усилиями мы выдаем очень качественные нормативно-правовые документы. Верность, долгую честь и так называется книга, в ней собраны истории не только о профессиональном пути бывшего прокурора Краснодарского края, но и факты о личной жизни Анатолия Шкребца. Издание по-настоящему может быть интересным и для студентов юридических факультетов, так как в нем описаны дела, над которыми работала прокуратура. Совсем недавно Анатолий Никитич отметил юбилей. 40 лет своей жизни он посвятил служению закону, служению прокуратуре России. 33 года из них прокуратуре отдал Краснодарского края. Нет, наверное, на Кубани человека, который не знал бы Анатолия Никитича. Как честного, порядочного, доброго, хорошего человека. Здесь многие высказали свои слова за годы службы вместе. И вот я хочу сказать, что это не моя заслуга. Заслуга в основном тех коллективов, в которых я работал. Все собравшиеся пожелали Анатолию Шкребцу не заканчивать творческую карьеру и написать еще одну книгу, чтобы передать опыт молодому поколению. Продолжение следует...